Светлана Филимонова спрашивает, Андрей Андреевич, я всю жизнь старалась хвалить сына, но видать делала что-то не так, потому что обратный эффект наступил, он стал себе слишком много позволять. Вот и сейчас и ругать не хочется, ну и терпеть то, что он делает, никаких сил, может уже и не в воспитании дело. Может эта сущность ими управляет иногда такое ощущение, что это не он, а кто-то другой со мной разговаривает. Я же вижу, он светлый человек, но иногда просто руки опускаются от его выходок. Очень часто я говорю во время проведения вебинаров о том, что необходимо хвалить мужчин, необходимо хвалить детей, и очень многие люди это воспринимают тотально. Я хочу немножечко оговориться перед тем, как сказать, что я не ошибаюсь. Дело в том, что когда я говорю хвалить, это не обозначает, что поклоняться. Дело в том, что многие люди ошибаются и думая, что когда я говорю хвалить, они воспринимают это как поклонение тому человеку, который рядом с ними находится. Так вот, когда я говорю человека необходимо хвалить, я не имею в виду, что человеку нужно поклоняться как Богу. Чем это отличается? Чем отличается хвала, поклонение? Когда человек поклоняется другому человеку, в этот момент этот человек ему лжет. Потому что похвала это заслуженное, заработанное человеком преимущество, которое он достиг в ходе выполнения какой-то задачи или работы. А поклонение это восхищение этим человеком очень часто не заслужено. Я, допустим, против того, чтобы детям говорили, ты самая лучшая девушка или ты самая красивая женщина на земле. Я считаю это неправда, так как для того, чтобы провести такие исследования необходимы деньги и кто это сказал, человек может в какой-то момент поверить. В случае, если он поверит, у него возникает нарциссизм, появляются психические отклонения, в дальнейшем это может привести к тому, что именно поэтому я очень часто говорю эти слова. Да, хвалить необходимо мужчину, восхищаться необходимо мужчиной, но точно не поклоняться. Хвалить необходимо женщину, восхищаться необходимо женщиной, но делать из этого культ я 100% не советую. Видите, в чем разница? Очень часто я говорю в своих семинарах какие-то такие концептуальные слова. Допустим, на одном из семинаров я как-то сказал, женщине не стоит смотреть в зеркало, так как в случае, если она часто смотрит в зеркало, у нее исчезают поклонники. И после этого большое количество женщин написало мне Андрей Андреевич, это неправда, я всю жизнь смотрела в зеркало, у меня было всегда много поклонников и так далее. Я немножечко оговорился тогда и сказал саму концепцию неправильно. Дело в том, что когда я говорил смотреть в зеркало, я имел в виду любоваться собой. В случае, если человек любуется собой в зеркале, это отвлечет от него поклонников и в дальнейшем у этого человека поклонников не будет. Так как самолюбование является фактическим сглазом. Поэтому в случае, если вы самолюбованием занимаетесь, знайте, это от вас уберет любование вами других людей. Зачем вам давать любование других людей, чтобы в вас видели красоту, если вы и так уже налюбовались сами собой. Именно поэтому я и говорил в этом семинаре не о том, что нет необходимости смотреть в зеркало, я говорил о том, что не стоит заниматься самолюбованием в зеркале. В случае, если женщина привыкла заниматься самолюбованием и так красиво, и так, и вот так еще красиво, и так красиво, то это приведет ее в дальнейшем к тому, что у нее исчезнут поклонники, несмотря на то, что она очень красивая. Очень часто женщины ко мне обращаются с вопросами, я красивая, умная, я хорошая, почему у меня нет мужчины, почему у меня нет поклонников, как с этим справиться. Давайте рассмотрим этот вопрос немножечко с такой нелогичной стороны. Скажите, когда сильнее болит зуб, утром или вечером? Давайте я вам отвечу. Он болит зуб.